Основные особенности этой программы в том, что в отличие от предыдущих, в ней, во-первых, заняты все 16 живущих в дельфинарии дельфинов, во-вторых, все более активно в представления втягиваются актеры Клайпского драматического театра. Это придает сюжетной, так сказать, человеческой части представления более профессиональный театральный облик. Правда, становится дополнительной нагрузкой при разучивании сцен с дельфинами. Эти млекопитающие очень любопытно и буквально обступают со всех сторон новых людей в своем бассейне. Дельфины действительно с большим интересом принимают и новые элементы программы, и новых актеров. Им интересны необычные костюмы персонажей, и нам требуется некоторое время, чтобы они привыкли. Вместе с 16 дельфинами в представлении принимают участие три тренера и четыре актера. Для них это своеобразный вызов, ведь работать приходится и с животными, и для зрителя. Я живу в маленьком домике на крыше многоквартирного дома в Стокгольме, в районе Васастан. Но случилось так, что мой пропеллер немного сломался, и именно над крышей дельфинария. Вот я и задержался тут. А здесь, оказывается, тоже есть малыш и фрекенбок. Приближается Рождество, и чисто должно быть не только в квартирах. В дельфинарии тоже должен быть порядок. Зашла пропылесосить и протереть дельфинов. А тут такое творится. Будем разбираться. Новое представление длится около одного часа. Кроме дельфинов в программе принимает участие еще один обитатель музея «Морской котик Феликс». Он в борьбе за лакомство будет соревноваться в грации пластики с кошкой Фрекенбок Матильдой. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.